Всем привет, дорогие друзья! Да, это как-то непривычно, что я не сижу при белой стене и не записываю очень умное видео на какую-то полезную тему. Но, хочу вам сказать, что сегодняшняя тема будет тоже для вас полезна, потому что вы спрашиваете, сколько стоят продукты, товары в Польше, как вообще экономить и кушать дорого и богато. Поэтому я вам сегодня расскажу свои лайфхаки, расскажу, точнее покажу цены на некоторые продукты и мы поедем скупляться с вами в Ашан, так как он ближе и у меня очень большой список для покупок, поэтому мне выгоднее туда поехать, нежели кататься по всем магазинам. Раньше, когда-то, я, конечно же, в самом начале, когда у меня не было еще машины, я ходила по списку, я знала, что, например, определенный вид товаров в Бедронке дешевле, что-то в Лидли, что-то в Кэрофуре, но с появлением, точнее, машины уже как-то становится все по-другому. Ты уже едешь в одно место, скупляешься максимум все, что тебе нужно, а уже в течение недели докупаешь то, что как бы уже израсходовалось. Для того, чтобы научиться в Польше экономике, я вам советую оформлять себе дисконтные карты разные. У меня просто огромная сумка этих дисконтных карт, но самое классное, что в приложении, в телефоне есть всегда эти карты. То есть я скачала приложение 100 карт, я вам сейчас покажу, как это работает, и туда вы можете внести все возможные карты, которые у вас есть. При этом не нужно тягать огромную сумку с собой, а просто заходите в это приложение, смотрите, как оно выглядит, 100 карт называется, и здесь у меня просто огромное количество разных приложений уже с электронными картами. То есть я вписываю название магазина, сканирую штрих-код этой карты, и у меня уже есть это в телефоне. Самое главное, дай бог, чтобы телефон не разрядился. Еще также я оформила себе карточку, о которой мало кто всегда вспоминает, это Payback. Я вам оставлю ссылки, вообще информацию в инфобоксе, все, что касается экономии в Польше, потому что это нужно. С помощью Payback вы получаете еще возврат процента за определенный вид товаров и услуг. Также можно с этой карточкой заправлять машину и получать тоже определенные бонусы, и потом их обменивать на подарки. А Шон, это тоже одна из крутых карточек, потому что туда капает скорбонка, то есть накапливаются ваши счета, и потом этими же счетами вы можете расплачиваться. Даже, например, купя за 20 злотых какой-то вид продукта, вы можете с помощью скорбонки заплатить и не доплачивать со своих средств. Ну и такие, как обычные, как Бедронка, Лидл, у них тоже свое приложение есть. А что касается Теско, то вы знаете, что большинство магазинов уже закрыто от Теско, поэтому открыли Кауфланд. А в Кауфланде как раз вот работает вот эта карточка Payback. Это самое крутое, где можно получать процент за, точнее, возврат средств за ваши покупки. В общем, меньше буду болтать, везу вас в Вашан, покажу вам цены, покажу также, что я купила, потому что у меня очень огромный список продуктов. И потом уже дома вам покажу, что именно куплено и какая в итоге сумма чека концовая. Вот, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным, и вы немножко поймете, на что рассчитывать здесь, на территории Польши, на свою семью, если вы сюда переезжаете. Так что, поехали! Помните еще такой момент в Польше, что когда вы приезжаете и ставите свою машину на парковке возле какого-то торгового центра, либо магазина, то проверяете, нужно ли брать билет бесплатный, потому что иногда при некоторых торговых центрах, магазинах парковка бесплатная. При некоторых же нужно взять просто бесплатный билет, оставить его в машине, чтобы контролер увидел, что вы стоите здесь бесплатно, потому что если у вас не будет билета, то у вас может быть штраф от 50 злотых, поэтому следите за этим внимательно, но и обязательно имейте при себе 1 злотых, либо 5 злотых, 2 злотых, для того, чтобы взять вузык, как это, тележку для закупов, потому что если у вас нету, тогда вам нужно будет сначала пойти в магазин, внутри магазина разменять монеты и только тогда уже взять себе вузык. Все, я приехала, поэтому иду брать вузык, тележку, и мы направляемся с вами в магазин. Сейчас уже идет подготовка к новогодним праздникам и очень-очень много всего. Разные елочки. Идет тема Новый год. Сразу вам покажу цены на елки. Отношения к доллару я вам оставлю потом немножко ниже. Вот такие вот цены. Обязательное ношение масок это в магазинах. Мне кажется, в Ашане можно купить буквально все, как и в любой другой стране. Поэтому это самый популярный магазин, где приходите и скупляете сразу все и сразу. В связи с тем, что поляки очень любят сладкое, поэтому сладкого безумно много. И это только стенд с шоколадками. Здесь стенд с батониками. Так, здесь цены у нас на чипсы. В принципе, в среднем они все одинаковые. От 3 до 5 золотых. Попкорны. И по эту сторону разные печенья. Орео надо взять. Потому что у меня ребенок очень сильно любит. И я ее покупаю всегда перед тем, как она идет в сад. Сейчас для того, чтобы взвесить товар, стоят такие вот аппараты сенсорные, которые нужно взвешивать овощи и фрукты. А в таких, как, например, бетон, калиду, то этого делать не нужно. Так, если планируете приготовить журок, то советую вам вот эту вот белую колбасу. Она свежая и 90 с чем-то процентов она натуральная. Поэтому, если вы хотите приготовить польский суп, то вот эта колбаса супер. Еще одним лайфхаком в Польше очень важно проверять дату. Потому что чаще всего самое свежее суп кладут в конец. А то, что уже скоро конец дате, то вперед. Поэтому лучше поройтесь, грубо говоря. Самые крутые сиропы в Польше, именно вот этой фирмы. Их можно добавлять как в обычную воду, так и в чай. Так, стоимость молока тоже от одного злотого до четырех злотых. Так выглядят цены, но хорошо. Так, туалетная бумага очень важный продукт, атрибут. Все зависит тоже от того, сколько упаковок в пачке, с запахами. Чтобы мягкие были, чтобы не мягкие. Вообще, на любой вкус и цвет. Вот так выглядят мои покупки. Сейчас приеду домой, разберу и все вам покажу. Так, наконец-то я приехала домой. Теперь буду распаковывать вам покупки. Я вообще не знала, где мне сеть, чтобы это все показать. Потому что огромные покупки. В общем, буду вам показывать. Если что-то будет написано из ценника, то буду сразу вам говорить в злотых. Курс я вам оставлю здесь. На сегодняшний день какой он. А вы там уже смотрите в тот день, когда вы именно смотрите это видео. Если же цены не будет, чтобы не затягивать это видео на 6 часов. Потому что реально можно затянуться на 6 часов. Я просто буду потом оставлять здесь цену в связи с чеком, который получила в конце. В общем, давайте начнем. Значит, первое, что у меня лежит. Это, понятное дело, разные чипсы. Еще одна пачка. Вот такие вот чипсы. Ага, и хотела вам еще сказать, что это покупки практически на неделю. У нас двое взрослых и один ребенок. Понятное дело, что, например, как туалетная бумага 24 рулона не уходит за неделю. Уходит дольше. Но это просто покупки накопились, которые мне нужно было уже купить давно. Я специально их оттягивала, чтобы записать для вас видео, показать цены. А многие из продуктов, которые просто будут сразу использоваться в течение недели. А другие в течение месяца. Так что не пугайтесь чеком. В общем, туалетная бумага. Дальше. Три вида разных хлеба. Тостер ребенок у меня любит. Это резанный краеный хлеб 2,29 стоит. И вот такой еще хлеб с маком 3,99. Поехали дальше. Я обожаю эти салфетки для использования и вытирания кухни и так далее. В общем, не могу как-то умаститься и сесть перед вами. Разные такие сырки для намазывания на хлеб, на бутерброды. Это с огурцом. Детская паста. Она была по скидке, поэтому купила. Вот такие вот йогурты с шоколадом. Кукуруза. И мне нравится именно этой фирмы кукуруза. Далее. Уксус. Покупаю самый маленький, потому что, в принципе, его не из расходов. Соевый соус. Я часто его использую либо в соусе, но в этот раз хочу сделать фунчозу, поэтому мне нужно было и купить. Сметана 12%. Корнишоны. И две упаковки взяла, потому что не знаю, какие лучше. Ананасы консервированные. Это фирма. Дальше. Большая бутылка подсолнечного масла. Здесь у нас 2 литра, если я не ошибаюсь. 3 литра. 3 литра подсолнечного масла. Далее. Самая классная находка, которую я нашла, это бульон. Он очень концентрат здесь большой, этого бульона. И, в общем, если у вас нету курицы, и вы хотите быстро приготовить бульон, либо же вам бульон нужен для соуса, да, а не хотите потом использовать это мясо, то вот этот вот аналог именно этой фирмы хороший, очень хороший. Мне безумно он нравится. Так что, если искали классный бульон, то в Ашане. Паприка желтая стоила за килограмм 8,99, а здесь 230 грамм 2,07. Такое вообще мы редко покупаем, но поляки считают, что это самая лучшая шинка, и она самая дорогая. Дальше персики. Закрытие. Сухой шампунь. Жидкое мыло для рук. Покупаю вообще, абы какое было, а если по скидке, так ещё классно. Вот, и вторая ещё упаковка корнишонов, и здесь внутри ещё маринованный чеснок. Следующий пакет, следующий пакет. Так. Те, кто подписан на меня в инстаграме, тот знает, что я обожаю разные приправы, соусы. В общем, девочки и мальчики, кто любит готовить, то вот эти вот разные соусы, там для курицы, соусы ясный. Это что у нас тоже для курицы? Курицы, разные приправы для салата, петрушки и укропы. В общем, я покупаю, потому что мы постоянно их используем, и цены я вам оставлю здесь. Сейчас были распродажи на японскую, корейскую косметику в Ашане, и купила вот такие вот масочки. Я их тоже очень сильно люблю. В общем, они стоят так 10 ротозлотых, а я их купила за 5 чем-то, но конкретно вам оставлю здесь тоже цену. Дальше сырок, вот такой, ну это типа тоже как йогурт. Мороженые овощи. Чай. Гречка. Вот это вот самая вкусная гречка здесь в пакетиках, и она очень похожа на нашу гречку. Дальше морковка. Морковка стоила за килограмм 2,49, здесь 424 грамма, значит вышла на злотый 6 грошек. Картошка. Помидоры. Здесь 1 килограмм помидоров. Еще картошка. И кофе. Из самого тяжелого. Это молоко. Целая упаковка. В упаковке 12 тетропаков, или как это называется? В общем, этих молока, молока, молоко. 12 штук. Мне так удобно покупать, потому что у них срок хранения долгий. Я просто ставлю в гараж, и там это молоко стоит, и оно никому не мешает, и всегда оно у нас есть. Дальше. Масло. Масла много не бывает. Я покупаю по 5 штук, и у нас это буквально, ну, где-то в дни 7-8 уходит. Сейчас была скидка на это масло, поэтому взяла. Остальное просто в морозилке лежит, поэтому масло всегда нужно будет. Далее. До туалета. Орео. Я вам уже говорила, я покупаю ребенку. Так, соус еще. Вот такой помидоровый. Еще. Паста. Для взрослых. Сыр. Желтый. Еще соус. Орео. Огурцы. Сейчас я вам скажу. За килограмм 6,98, здесь 6,78 грамм, то вышло на 4,73. Далее. Курица. Куриное филе. Здесь 447 грамм на 7,55. За килограмм 16,88. Это набор для рассола. Набор для рассола. Дальше. Еще соус. Отбивные. Ага, отбивные. Цена за 364 грамма 9,46. Белые колбаски. Я вам говорила, они очень вкусные, если их и сварить, и пожарить, и использовать в журек польский суп. То есть они... Вау. Петрушка. Петрушка. Еще соус. Большая пачка сосисок, берлинки. Еще филе куриное. Фарш. На фарше нету цены, поэтому напишу вам. Еще один фарш. Еще одно масло. Оказывается, в машине лежало. Шоколадка-милка. И это специально для рассола, вырезка куриная. Так, и еще, еще чуть-чуть осталось уже. Уберяю вас. Дальше. Красная паприка. За килограмм 9,99. Здесь 232 грамма. То 2,32 грамма. Мазать на хлеб. Помидоры. Тоже очень классные. Вот эти вот на пасту. Сырок. Слоеное тесто. Сладкое печенье. Еще один сос. Печенья много не бывает. Дальше. Йогурт. Я вам уже показывала его. Покороны. Моцарелла. Перец. Колбаски. Печенье. С мармеладом внутри. Я вам говорила, что хочу делать фунчозу, поэтому вот белый вермишель, рисовая вермишель. Дальше. Еще печенье. Это печенье очень классное, потому что его можно разогреть в микроволновке. И внутри вот этот шоколад, он немножко подтаивает. То есть очень вкусно. Я так же попробую. Шоколадка. Я вам в магазине еще сказала, что это очень классный сироп, который можно добавлять как в чай, так и просто в обычную воду. Это очень вкусно. Еще здесь витамины D и C. Не знаю, насколько это правда, но ребенок у меня тоже любит это. И классный освежитель для одежды. Я не помню, какой-то кондиционер или как-то так он называет. Очень вкусно. Далее 20 яиц Эльки. Ну и потом пошла вода. То есть соки мы покупаем разные. Кока-кола, понятное дело. Кто ее не покупает? Мне кажется, все ее покупают, только не все ей признаются. Чай Иптан. И еще кока-кола. Две упаковки. И еще один сочек яблочный. Ну и последнее. Это самое тяжелое. Вода. Здесь 6 бутылок воды негазированной. Я с-под крана готовлю воду для еды, для пищи, для макарон, для каши, суп и так далее. Но вот для питья мы покупаем негазированную. И вот именно часовянка, она считается в Польше одной из лучших. Поляки ее тоже очень сильно любят. И покупают приоритетно ее как бы. Поэтому я никого не заставляю это покупать. Некоторые в 5-литрушках покупают. Я тоже когда-то покупала. Но мне сказали, что эта вода не настолько полезная. Точнее не настолько она там качественная. Какая-то плохой переработки или что-то такое. Ну в общем не буду вам врать, не буду вам там рассказывать что. Но мне сказали, что лучше в 5-литрушках не покупать. А покупать именно в таких бутылках. И она, если честно, по вкусовым качествам, она очень сильно отличается от той 5-литрушки. Потому что в свое время мы только ее покупали. Как бы и было все нормально. Вот в принципе и все покупки. Чек я вам показала в самом начале. Сколько там было. Еще раз вам покажу. Здесь могу. Это не означает, что мы каждую неделю на такую сумму скупляемся. На троих человек в среднем где-то выходит 250-350 золотых. Если конечно же там что-то аж такое сверхъестественное не захотелось. Вот. Поэтому надеюсь, что это видео для вас было полезным. Ну, поделитесь ним со своими друзьями. Не забывайте подписаться. Также нажать колокольчик, чтобы вам приходило уведомление, когда у меня появляются новые видеоролики. Сейчас они немножко будут чаще выходить. Я, точнее, постараюсь, чтобы они выходили чаще. Потому что у меня такой незапланированный отпуск в связи с сферой, которая у нас закрыта. И еще, кстати, помните, что в магазины в будние дни в Польше с 10 до 12 это время для пенсионеров. Поэтому в это время вас не пустят. Но те, кто подписан на меня в инстаграме, знают, что я нелегально прошла в это время. Когда еще там перед 12 часами дня я зашла в магазин. И передо мной пару не пустили, а меня впустили. Не знаю. То ли мне думать, что я старо выгляжу. То ли, как мне написали, походу ты была слишком уставшая. Чтобы тебе что-то уже говорить. В общем, не знаю. Еще раз спасибо большое, что были вместе со мной. Но мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.